Сон-час в детском саду строго по расписанию, с 12 до 3. Режим здесь не нарушают даже в старших группах. Спят все без исключений. Хотя это не самое любимое занятие большинства малышей. Но в детском саду Ивушка уверяют, их воспитанники уходят на дневной сон без капризов. Да и спят сладко. Хорошо нам отдыхать, но уже пора вставать. Новая мебель в спальне. Два десятка детских кроваток. Вот и весь секрет. Встают с них малыши нехотя, уж очень удобные. Даже во время интервью так и норовят полежать. Признаваясь, что со старыми эти кроватки не идут ни в какое сравнение. Тут были вообще белые. Все белые-белые. Белые. А какие лучше? Вот эти. Я люблю, когда на кроватках, лесу. Новая мебель по душе и воспитателям. Хотя для них главная безопасность. Они отличаются тем, что меньше, во-первых, размером. Соответствуют нашему возрасту. Закривленные у изголовья. А это уже раздевалка. Новая мебель установлена и здесь. И уж она особо нравится родителям. Старые шкафчики были гораздо хуже, потому что они были больше, занимали больше места. Но в отличие от новых, они были менее вместительнее. Хотя по размеру больше. Стало, естественно, больше места в раздевалке, где можно быстрее переодеться многим деткам. И родители могут их переодеть. Преобразить целую группу 21-го детского сада помог фонд поколения Андрея Скотча, полностью оплатив покупку новой мебели. Этот детский сад один из старейших в Губкинском округе. Ему без малого полвека. Пять лет назад фонд поколения взял над ним негласное шерство, неоднократно помогая в приобретении оборудования для медкабинетов, техники и мебели. Причем в выборе последнего обязательно учитывается мнение малышей. А потому сон-час здесь теперь проходит без слез, а в шкафчиках образцовый порядок. Екатерина Равинских, Евгений Игнатов. Такой день на мире Белогорья.